Здравствуйте, друзья! Сегодня мы расскажем об одной из самых популярных и известных пород кошек – любимцы королей и придворной знати. В наши дни они покорили сердца миллионов людей своей кукольной внешностью и уютным характером. Милые, курносые, пушистые. Персидские кошки в нашей рубрике «Представляем породу». В нашей стране первые персидские кошки появились в середине 80-х годов прошлого века. Они были привезены из-за границы дипломатами и считались огромной роскошью и редкостью. Существует несколько теорий относительно происхождения персидских кошек, по одной из них их предки попали в Европу с востока в качестве драгоценной экзотики и быстро стали украшением королевских дворцов Франции. Другая догадка связывает персидских кошек с холодной Россией, где могла возникнуть такая длинношерстная утепленная порода. Несмотря на то, что время большого ажиотажа вокруг персидских кошек прошло, преданные почитатели у породы остались. А мы в гостях у Галины Свербягиной, заводчика-питомника «Экзотик Плэжа». Здравствуй, Галя! Добрый день! Галя, с чего началась твоя любовь к персам? Как и любая любовь, наверное, со знакомства. Первый раз я увидела персидских кошек на международной выставке в Москве еще в 89-м году. Они были совсем, конечно, не такие, как современные персы, но бесспорно единственные кошки с такой длинной шерстью. Вот эта шерсть, как пленила меня много лет назад, так вот до сих пор, как видите, в плену и держит. Вот заводчики всего мира более ста лет создавали вот этот современный образ персидской кошки. И он получился на самом деле очень узнаваемый. Это длинная роскошная шерсть, курносый нос, такая интересная плоская мордочка, большие глаза. А какой у них характер? Ну, вообще для меня персы – это, наверное, не кошки, а что-то такое вроде ожившей плюшевой игрушки. У них, по большому счету, очень спокойный, очень флегматичный характер. То есть, конечно, как любые дети, они играют в детском возрасте, они балуются, шалят, бегают, прыгают. Но, в принципе, большая часть жизни у них проходит в каком-то таком глубоком созерцании своего внутреннего мира. То есть они, в принципе, ведут очень спокойный образ жизни. И очень они контактные, общительные тогда, когда в этом нуждается человек. Они, по большому счету, очень ненавязчивые животные. То есть они очень контактные, очень ласковые, очень общительные. Но если кошка подошла, попросила внимание раз, подошла, попросила внимание второй, и его не получила, она просто уходит и начинает заниматься сама собой. Визитная карточка перса – его вздернутый, приплюснутый носик. Именно он придает кошачьему лицу такое детское кукольное выражение, удивленный вид. Огромные блестящие глаза иногда делают взгляд демоническим, но это никак не отражается в характере. Персы прекрасно сочетают нежную преданность и избалованную царственность. Эти кошки несколько посильнее и спокойнее остальных пород, они и спят больше. Но, несмотря на то, что персы считаются вечно лежащими диванными кошками, они достаточно подвижны и рады, когда с ними играют. За мошками персидская кошка бегать будет, а вот за мышами вряд ли. Не царское это дело. Длинная пушистая шубка делает этих мурлык такими роскошными, но и одновременно непрактичными в уходе. По количеству шерсти персидская кошка может запросто поспорить с ангорской козой. Сколько бы вы не вычесывали перса, меньше ее не становится. А заниматься этим необходимо каждый день. Чтобы эта почетная обязанность хозяинам была еще и приятной, приучать к процедурам наведения красоты, надо котят с самого нежного возраста. Тогда малыш сам полюбит наводить марафит и не будет сопротивляться любым манипуляциям. Если глаза на мокром месте, плюшевую мордочку надо протирать специальными лосьонами, просушивать салфетками. Особенно это касается белых окрасов. Это цвет самый капризный в уходе. Если такие заботы вас не пугают, в остальном персы идеальны. Содержать их в доме очень удобно и приятно. Персы создают атмосферу покоя, их сладкий характер успокаивает и располагает. Очень нежные с детьми, лояльные к другим животным. Сделать их самыми счастливыми несложно. Их просто нужно любить. Ни одна другая порода не нуждается в этом так, как персидские кошки. Персидская кошка. Животное коренастого сложения средней величины или крупное. Голова округлой формы, с довольно широким черепом и округлым лбом. Глаза большие, широко поставленные, круглые, выразительные. Нос короткий, курносый и широкий. Уши небольшие, низко и широко расположенные. Шерсть густая, длинная, тонкая, шелковистая текстура. Средний вес 3,5-5 килограммов. Отлично ладит с детьми. Хорошо уживается с другими животными. Шерсть требует тщательного ухода. Не нуждается в большой физической нагрузке. Персидские кошки наиболее домашние. Они не смогут выжить без человеческой заботы. А вот их дикие сородичи людей все больше сторонятся. Но иногда и их можно приручить. Ирина Трофимова оценила красоту и изящество диких кошек. Уникальная коллекция по-настоящему диких кошек. Несмотря на то, что эти животные куда меньше других хищников, почти каждая из них обладает достаточно агрессивным характером. Так что пальцы в клетку лучше не совать. Впрочем, однозначно назвать кошкой можно далеко не всех представителей животного мира на этой выставке. Малайских цвет еще называют мусангами. Пальмовая куница относится к виду млекопитающих из семейства виверовых. Ночные животные активно питаются и охотятся на деревьях, с легкостью забираясь на них, как кошки. Корм для них – фрукты, насекомые, летучие мыши и птицы. Являясь всеядными, мусанги употребляют даже кофе, непереваренные зерна которого – деликатесный сорт самого дорогого кофе – копи-лювак. Название копи переводится как местное название мусанга. Еще один представитель семейства виверовых – генетта. Внешне она также напоминает кошку, хотя тело генеты немного более вытянутое и передние лапы короче. Сходство с кошкой придают еще и глаза. При ярком свете зрачок превращается в узкую вертикальную полоску. Да и рацион схож. Генеты – отличные охотники. Они ловят крыс, мышей, других грызунов и птиц. Кошечек таких мы ни разу не видели. Всем советую приходить посмотреть. Потрясающие животные, все красивые, обаятельные. Так хочется потрогать. Жаль, что не разрешают. Потрогать не разрешают совершенно справедливо. В этой клетке несуразный и с первого взгляда безобидный хищник. При малейшем приближении к нему сразу показывает характер и зубы. Это так называемый кот рыболов. Самец, ему 4 года. Дикая хищная кошка, достаточно характерная. На лапках у него имеются перепонки, отлично плавает. В дикой природе может охотиться не только с берега, но и ходить по мелководью, питаться лягушечками, рыбками. Название этой кошки переводится как «подобный леопарду». Оцелоты – одни из самых ярких представителей семейства кошачьих. И в то же время одни из наименее изученных. Осторожные кошки – ночные охотники. В полной безопасности оцелот чувствует себя только там, где его окружает плотная стена растительности – в тропических лесах или в густых кустарниковых зарослях. А вот и еще одни уменьшенные копии грозного хищника – азиатские леопардовые кошки. Двое детенышей, а в клетке по соседству – глава семейства, отец малышей. А сейчас мы хотим вас пригласить в хороший и нужный зоомагазин – ветеринарную аптеку «Биогранд». Ее специалисты всегда помогут нам подобрать самые лучшие препараты от самых лучших производителей. Партнер рубрики «Всё как у людей» – компания «Биогранд». Большой выбор ветеринарных препаратов и зоотоваров для всех видов животных оптом и в розницу. Доставка по городу и области. Самара, улица Аврора, 148А, придорожная, 9. Телефон 20-30-999-260-89-77. Наш сайт – biograndefissamara.ru. Если совпали интересы производителя, покупателя и продавца, значит, каждый из них сделал правильный выбор. Компания «Веда» всю свою продукцию делит на продукцию для лошадей и продукцию для мелких домашних животных. Согревающие и релаксирующие кремы и гели, косметика для конских шевелюр и даже репелленты. То ли человеческая забота о прекрасных и благородных существах дает о себе знать, то ли действительно уникальность применения лошадиных средств. Но не секрет, что популярность и спрос на отдельные продукты этой линии с каждым годом растет. Грамотно подберем, расскажем, как пользоваться. Если будет необходимость, доставим в определенные сроки. Сила природы встает на защиту здоровья братьев, наших меньших. Фитотерапия – натуральный, безопасный и эффективный способ помочь четвероногому другу не хворать. Зеленый пятилистник – символ производителя. А сами названия препаратов легко подскажут покупателю свое назначение. У каждого любителя животных сейчас возникает проблема, как линька, весенне-осенне линька. Для того, чтобы не собирать шерсть горстями, можно применить фитамин для шерсти. Единственное, что необходимо применять согласно инструкции, и получение данного результата, в принципе, гарантировано. Шампуни с растительными компонентами. Отдельно для кошек, отдельно для собак. Для каждого типа шерсти и с учетом возраста. Серия фитоэлита – для привычного ухода и для лечебных целей. В серии фитоэлита шампуни существует инсектоакрицидный. Дославно инсектоакрицидный – это значит противблок шеи и других паразитов, которые находятся на коже у животного. Разбираться самостоятельно в сложных ветеринарных терминах покупателю не придется. Специалисты и консультанты окажут всю необходимую помощь. Хочу вас пригласить в нашу ветеринарную аптеку, в нашу компанию «Биогрант». Всегда рад вас видеть и ждет. Наш грамотный персонал подберет все необходимое для вас и ваших питомцев. Партнер рубрики «Все как у людей» – компания «Биогрант». Большой выбор ветеринарных препаратов и зоотоваров для всех видов животных оптом и в розницу. Доставка по городу и области. Самара, улица Аврора, 148А, придорожная, 9. Телефон 20-30-999-260-89-77. Наш сайт – biograndefissamara.ru Если у вас уже есть четвероногий друг, наверняка между вами любовь и взаимность. Но вот кому-то в этой жизни не так повезло. И совсем рядом с нами живут те, кому так необходима наша любовь, помощь и забота. Внимание! Нашлась собака. В приюте «Надежда» – пополнение. В приюте содержится около ста собак. Больше половины из них раньше жили с хозяевами. Они привыкли быть в центре внимания, и именно поэтому им очень сложно адаптироваться в этом собачьем общежитии. Один из таких породистых жителей приюта – вот этот долматинец. Нашли его в начале ноября в районе мехзавода. Молодой кобель абсолютно здоров и достаточно подвижен. В отличие от этой таксы, ее нашли 4 ноября в районе поселка Чкаловский. Собаку подобрали возле дороги. К тому моменту мальчик уже сильно замерз. Задние лапы у него практически не двигаются. Четвероногие с похожими травами попадают в приют регулярно. Мы на анализы вывезем в клинике. Ну и затем, исходя из ситуации, если мы сами в состоянии делать, мы делаем уколы, обработки. Если это простые какие-то медобработки, мы делаем сами. Что-то посложнее операции – это, естественно, уже только в клинике. По определению, домашние животные, оказавшись на улице, часто не способны приспособиться к уличным условиям. В особенности, если это собаки в возрасте. Например, как этот американский кокер-спаниель. Псу на вид более пяти лет. Ласковый и добрый Степан, так его прозвали в приюте, живет по соседству с кошками. Собака отлично взаимодействует с другими животными, но при этом постоянно тянется к людям. А вот этот карликовый пинчер и вовсе ветеран. 1 ноября его нашли на пересечении улиц Склеренко и Ярошевского. На вид ему около 10 лет. В силу возраста у собаки сильно развита старческая слепота. И те, кто никогда не имел своего дома, и те, кто по каким-то причинам его лишился, одинаково сильно мечтают обрести своего хозяина. Кстати, может каждый, кто обратится в собачий приют «Надежда». А мы прощаемся с вами. Берегите своих друзей. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова